Не такой, как все, новый яркий Full HD проектор T28. Здравствуйте, с вами Ёж, вы на канале Олегит и хорошее вам настроение. При этом более реалистичным, скажем так. Вот так у него матрица как-то настроена. Кстати, у этого проекта очень высокий коэффициент контрастности. Вообще, в принципе, этот тест пройден, наверное, на все 110%. Друзья, на столе интересная новинка, которую мы вместе сейчас с вами распакуем, посмотрим, как поставляется, протестируем как только возможно. Я уверен, досмотрев видео до конца, вы точно поймёте, подходит ли он вам. Поехали! Проектор поставляет со своей фирменной коробки, открывая которую в отдельном коробке нас встречает все комплектующие, а именно силовой кабель с евровилкой, RCA разветвлительный, аудио-видео стерео, метровый HDMI кабель и дистанционный пульт управления. Минимум всех необходимых кнопок работает от двух батарейок размера 3А, которые в комплект не входят. Ну и никому не нужна инструкция на английском языке, а здесь тоже есть. Ну и помимо того, что проектор белый, у него ещё и матовый такой перламутровый в ёлочку рисунок. То есть проектора не марки, пыль на нём тоже не видно. Ну а на необычную форму, я думаю, что вы обратили внимание. Сверху на крышке располагаются все необходимые кнопки управления, в случае если у вас закончились батарейки от пульта. Крышка, защищающая объектив от пыли, одевается на корпус, при этом, когда вы максимально приближаете линзу, крышка всё равно сверху одевается. То есть даже на небольших расстояниях можно смотреть фильмы, накрывать крышкой и объектив будет защищён. И да, здесь нет автоматической настройки резкости, потому что под объективом находится не камера, а ИК-приёмник для дистанционного пульта управления. На противоположной стороне находится огромный вентилятор, который захватывает внешний воздух, пропускает через все модули, охлаждая их, и выходит он через вот этот решётку радиатора. Если с охлаждением данный вентилятор более чем справляется, максимальная температура на выдаве в самом тёплом месте составляет до 50 градусов, то в плане громкости её работы не назвать этот проектор тихим, он не подходит куда-нибудь в спальню над головой, потому что в упор порядка 63 дБ. Ну а на расстоянии в метре от проектора уровень шума работы вентиляции составляет порядка 44 дБ. Это не сильно шумно, даже при небольшом уровне громкости. На звук работы проектора особо не будете обращать внимания. Для примера уровень фона при выключенном проекторе составляет 36 дБ. А за громкость звука отвечает всего один 3-х ваттный динамик, который располагается на той же самой стороне. Проектор нельзя назвать самым лучшим проектором по звучанию. Ну как бы не стоит ожидать каких-то серьёзных моментов от встроенного звука. Но он здесь не громкий и не самый чистый. С метра отметка была максимум где-то 82-85 дБ. Ну а подключить к нему акустику всегда можно, будь то блютуз или провод. В общем на тыльной стороне ещё один Air приёмник, аудио-выход 3,5, аудио-видео-выход 3,5. И целых два порта HDMI, которые позволят вам подключить к этому проектору, к примеру, одновременно игровую консоль, компьютер или ещё что-то. И два USB разъёма, которые также пригодятся. Кстати, обратите внимание, у силового разъёма есть предохранитель. Ну а на дне проектора 4 прорезиненные ножки, обеспечивающие хорошее сцепление с поверхностью. И стандартное винтовое отверстие, которое подходит как для пятой ножки Кейстона, так и, к примеру, к мощному фотоштативу. Также этот проектор может крепиться на потолок или стену. В комплекте есть всякие винтики для этого. Как заявляет данный производитель, у этого проектора 13 тысяч люмен. Друзья, проектор очень яркий, несмотря на то, что здесь яркие софтбоксы, освещение, основное включено и вот так вот всё. Понятное дело, здесь не 200 дюймов, да, и даже не 100 в таком среднем, ну обычном, как вот телевизор сейчас, средний такой размер экранов телевизоров. Вы посмотрите, как вот шутко здесь всё показывает. В принципе, вот если монитор сейчас включить в этой яркой комнате, это кажется, что здесь темно. Здесь на самом деле очень светло, просто яркие перепады, софтбоксы есть по 4 мощных лампы. И вот так это показывает, ну шикарно, очень ярко. К сожалению, не могу продемонстрировать вам при открытых окнах, потому что сейчас там темно. Но в целом, друзья, посмотрите, как вообще при таком ярком освещении. Вполне можно детям включать мультики, яркие какие-то или яркие фильмы при освещенной комнате, вполне. Немного слукавили, уровень яркости порядка 9 тысяч люмен, что немало. Кстати, минимальное расстояние проектора от экрана в резкости, которую получилось достичь, это 125 сантиметров. Картинка вышла 82 на 46, это 94 сантиметра по диагонали, то есть 37 дюймов. На расстоянии в 3 метра 10 сантиметров проектора от экрана, картинка вышла 230 на 124. Это 261 сантиметр по диагонали, то есть где-то 102 дюйма. Проекторы легко подключаются к интернету по Wi-Fi, значит, вам не нужен никакой дополнительный TV-бокс, Android-приставки и тому подобное. У вас есть на борту изначально уже множество установленных программ для просмотра видео, видеохостингов. Ну а если что-то будет не хватать, вы можете спокойно скачать онлайн-ТВ или какие-нибудь сервисы просмотра фильмов на поиск ОКО, Netflix, все что угодно. У вашего проектора уже есть установленный YouTube для проекторов. В принципе, достаточно шустрый. Друзья, по умолчанию включилось. Так, звук мешает. По умолчанию, друзья, включилось 1080p на 60 фпс. И, в принципе, вы видите, собственно, какая картинка, насколько качественная, очень детализирована, вообще потрясающе. Давайте посмотрим. Ну, YouTube как бы не так быстро работает, как на предыдущих проекторах, там вообще просто молниеносно. Здесь, ну, как вот у меня где-то смартфон прогружается, в принципе, где-то так. Ну, цвета, конечно, потрясающие, друзья, вообще, картинка очень реалистичная и очень детализирована. Кстати, вы можете спокойно подключить ваш смартфон для трансляции на этот проектор. В принципе, задержка не сильно большая. Ну, видео, фильмы можно смотреть вообще легко. И, на мое удивление, можно спокойно играть даже в игры. Причем в активные тяжелые мобильные игры. На самом деле, друзья, если вы включите какой-то фильм, видео, которое уже снято современно, там, с крутыми 8К, 4К камерами, где очень высокая плотность пикселей, на этом проекторе, хоть и на Full HD, но вы полностью насладитесь вот этим вот реализмом картинки. Не сравнивайте проектора с мониторами. Это абсолютно разные технологии, абсолютно разное восприятие зрения. Что 4К сейчас включить, но как он по лазерам? Смотрите, он видно там, как пальцы Уилл Смита чуть-чуть облазили, какая-то грязь под ногтем. Ну, супер вообще. Кстати, у этого проектора очень высокий коэффициент контрастности, что очень как раз-таки более важно в этих проекторах. Одна из лучших, на самом деле, у него коэффициент контрастности даже выше, чем у C3 задка. И очень-очень детализировано. Может быть, экран не самый близкофокусный проектор, да, надо подальше его, но изображение супер. Друзья, чуть-чуть не дождался темноты, однако окна зашторены. Зашторены, в принципе, при таком освещении, при таком ярком проекторе можно спокойно тестировать. На тесте, который тестируют абсолютно все проекторы, на первом слайде вижу, что проектор полностью соответствует Full HD разрешению. Об этом говорит вот этот самый мелкий штрих. Ну и так называемый тест скинтона, то есть разного цвета кожи разных этнических девушек. Могу сказать, что мне, в принципе, нравятся эти оттенки, но откалиброван проектор очень интересно. Немного напоминает DLP проекторы, особенно даже вот на этом тесте, смотрите, как хорошо видны квадратики. Я их только видел на DLP проекторах, да, вот то, что по оттенкам проектор справляется во всех цветах. Ну, в синем разве что я не вижу, а так вообще здорово. Ну и здесь, в принципе, тон кожи ровненько переходит, у белокожей девушки нормально так все, зеленый цвет глаз виден. Вот здесь вот у смуглой девушки тоже. Ну, единственное, что в некоторых моментах темных оттенков как будто видны прерывистые моменты. При просмотре каких-либо видео это, конечно же, не видно. Азиатка хорошо, и вот у темнокожей девушки что хорошо видны темные участки, ну, какие-то мелкие детали в ее темных участках. Вот здесь, где шея, соответственно, скорее всего, тест черного будет пройден, мне кажется, чуть бы не на 100%. Да, друзья, на 100%, даже четвертый отличается от нуевого. Это говорит о том, что в каких-то темных сценах фильма, ну, предположим, там, не знаю, пещера или какая-нибудь темная комната, лес темный, да, то, что захотел передать кинематограф, вот, показав то, что там вот подсвечено, то мы его видим, в принципе, вот на этом проекторе, хотя на многих проекторах это было бы черное просто пятно. То есть, проектор хорошо отображает черные оттенки, точно так же и 100% отображает и белые оттенки. Посмотрите, 251 отличается от фонового 255. В средней линии вот эти квадратики видны. Кстати, друзья, вот этот тест очень показательный, насколько проектор себя показывает в каких-то динамических сценах. Ну, то есть, когда какая-то движуха, и знаете, как бывает, картинка рассыпается на вот какие-то артефакты, пиксели. Кстати, друзья, на удивление, данный яркий проектор еще и отлично себя показал в играх. Не заснял, какая у него задержка, порядка 45-30 миллисекунд. Это более чем играбельно, даже в такие активные игры, да и играть на таком огромном 100-дюймовом экране, конечно, еще та атмосфера. Темные сцены хорошо просматриваются, проектор легко с ними справляется. Было комфортно, плавно, мне все понравилось. Вот в темных участках кадров видно и вот это вот дерево, которое во многих проекторах не видно. Вот эту ветку видно в темных участках. Видите, вот это шикарно проектор передает. Ну, а в белых тоже его возможности. Здесь отсутствует засвет. Мы видим фактуру и текстуру кожи. Ну, детализация потрясающая, конечно же, каждую ворсинку. Глубина черного у этого проектора далеко не самая лучшая. Просто так матрица настроена, она не сильно глубокая. Просто черный, как черный. То есть, он немножко светится. Не так, как бывает, знаете, прям в пустоту. И вот, друзья, тот самый тест, который показывает, насколько проектор справляется. А он справляется очень хорошо, как мы уже с вами поняли, с белыми и черными оттенками. Ну, и то, как он справляется с остальными цветами. Видите, вот здесь вот некое ядро такое видно у белых и черных оттенков. То же самое касается желтых цветов, желтых оттенков. Вот таких вот бирюзовых. Зеленый основной цвет, да, в RGB. Вот такой вот фиолетовый, что ли, сложный цвет. Тоже достаточно во многих проекторах он не отображается. Красный основной цвет, мы здесь видим потрясающе синий цвет. Также все здорово. Вообще, в принципе, этот тест пройден, наверное, на все 110%. Ну, и говоря о читаемости шрифтов, проектора можно спокойно использовать как проектор для презентации или даже для отображения рабочего экрана вашего компьютера, да. И потому что здесь он, в принципе, шестой шрифт черным по белому легко читается. Да и белым по черному. Ну, четвертый, конечно, сливается. Ну, просто посмотрите, да, что такое четвертый шрифт, да. Обычно презентации ведутся чуть бы там не в шестнадцатом, восемнадцатом, а то и двадцатом. А здесь мы можем прочитать даже шестой шрифт, и это очень круто. Ну, и еще одно тестовое видео в 4K 60fps, на котором я проверяю абсолютно все проекторы. Знаю, как его, знаю его как облуплено, потому что тестирую на нем дорогие лазерные проекторы. Сейчас будет классическая RGB в ткани. В фактуре ткани как раз-таки посмотрим. Мне уже нравится, как картинка выглядит. Друзья, шикарно. Ну, единственное, что красный такой какой-то, не то чтобы кирпичный, но в целом у него и такая горизонтальная, вертикальная фактура, и зеленого, и синего была видна супер. Розы, в принципе, достаточно такие, ну, розоватые, да, как положено. Клубничка вполне аппетитная, однако мне сейчас кажется, немножко дроп есть такой, да, небольшой у этого тестового видео. Желтый потрясающий, вот этот желтый, посмотрите, какой вот этот, ну, типа лазурный, да, красивый цвет. Сейчас вот после синей стены будет сложная картинка, в особенности в красном цвете будет прилавок с перцами, со всякими разными. И там высокий очень битрейт, посмотрим, как проектор с этим справляется, потому что многие проекторы в этом лажают. В целом, друзья, очень хороший результат. Картинка не сильно такая, прям, знаете, как бывает, темно-контрастная. У этого проектора скорее изображение более светлое такое, яркое. Вот в этом, наверное, его такая вот мощь, его, в принципе, хорошо как раз смотреть при не сильно освещенных, точнее, не сильно темных помещениях. Переходы, особенно в темных оттенках, вот эти вот переходы плавные, да, вот эти вот моменты, очень гладкие, очень хорошие. Вот сейчас кадр будет прям, битрейт высокий, все в мелочи, все движется. Вот автобус едет, ну, чуть-чуть вот такое притормаживание было, я заметил. Хотя, когда смотрел какие-то видео там в YouTube, вообще этого не обращал внимания, ну, даже не было видно. Ну, может, опять же, YouTube флешка там HDMI немножко отличается, но в целом я не обращал того, чтобы картинка как-то замедленно дропалась. Вот, обратите внимание, пингвинчик более теплый, снег более холодный. Сейчас посмотрим, как виден, пушок не виден, да, вот на этих оттенках белых. Вот, да, отлично, вообще супер видно, что сзади более холодный, вот его пушок отлично отличается, супер отличается. Вот именно такие практически черно-белые кадры показывают возможности реализма изображения картинки проекторов. Понятное дело, что сочные, красивые вот эти вот, они очень презентабельные, очень продажные, но такое практически черно-белое кино, оно прям вот, ну, показывает реализм. В целом, проектор оказался ярким, не самым близко фокусным, потому что с 3 метров порядка 100 дюймов. При этом это контрастные, в резкости яркие 100 дюймов. К слову, у проектор есть и электронная переворотка и одзеркаливание картинки, в зависимости от того, как вы будете располагать проектор, возможно, даже за экраном на потолке. И электронный кейстинг, то есть управление по плоскости каждого из углов. Таким образом, проектора можно выставить даже сбоку от экрана. Ну, если вдруг картинка не помещается, ее можно уменьшить практически в два раза. И есть настройка по цветам, но мы все показываем в заводских настройках. Друзья, если подытожить, то за эту цену это вполне отличный проектор. Конечно, не в спальню над головой, потому что все-таки будет слышно небольшое вот это шипение от вентиляторов. Ну, как домашний кинотеатр куда-то в гостиную или в отдельную комнату, или вообще куда-то на дачу. Вообще превосходный вариант. Отличие этого проектора, конечно же, яркость и высокий коэффициент контрастности, который просто лидирует среди других подобных проекторов данной ценовой категории. Он явно выше. Картинка более резкая, детализированная, то есть реалистичная. Приобретая этот проектор, вы можете на нем играть как в игры через консоль или компьютеры, так и подключив к нему смартфон и транслируя мобильные игры. Ну, для звука все-таки рекомендовало бы подключить к нему по Bluetooth какой-нибудь аундбар. В общем, проектор классный, причем есть на складе Россия, значит с быстрой доставкой прямо к вам. Ссылку на него вы можете найти в описании под этим видео. Именно поэтому переходите, заказывайте. Товар проверенный, продавец надежный, смело рекомендую, уверен, вам понравится. Ну, а я надеюсь, видео вам было полезно. Если так, то ваша подписка на мой канал, палец вверх и приятный комментарий замотивирует меня еще больше продолжать стараться для вас. Вам пустяка мне сильно поможет. Всем любви, добра, осознанности и лада в сердце. С вами был Ёж, пока. С вами был Игорь Негода.